К нам подключается Гадир Аслан, политолог. Гадир Мелем, здравствуйте. Добрый вечер. Послушайте, добрый вечер. Гадир Мелем, вот какую роль данный форум играет с точки зрения развития политического диалога между странами? И могут ли такие площадки привести к созданию новых инструментов, которые могли бы решать проблемы мирового сообщества? Ну, конечно же, впоследствии, в итоге таких форумов и мероприятий создаются новые механизмы международные, через которых решаются многочисленные вопросы между государственными и других отраслями. Так как, вы знаете, мы неоднократно подчеркивали, что у Азербайджана авторитет на международном арене и международных отношениях увеличивается каждым годом, если не каждый месяц. И вы знаете, в девятом форуме прошлого года, в конце девятого форума был подписан меморандум между ЕС и Азербайджаном по энергобезопасности. И это является очередным признаком того, что Азербайджан играет очень важную роль в решении и вызовах и создании новых надежд, как называется форум, для мира и для региональных событий и в совокупности во всех значениях. И, кроме того, создаются новые инструменты для дальнейшего развития энергетического безопасности в Восточной Европе, в Западной Европе, в целом Европе. И, так как вы знаете, Азербайджан играет огромную роль в поставке углеводородных носителей и других, в том числе и возобновляемая энергетика. Эта тоже сфера развивается, и у Азербайджана тоже есть огромный потенциал. И другие вызовы предстоит человечество, сталкивается с другими вызовами, другими угрозами. И в этих значениях, в этой связи Азербайджан тоже играет огромную роль. И создаются новые механизмы, инструменты, заключаются новые договора, межгосударственные, взаимовыгодные договора и соглашения. И уже мы знаем, в этом году в форуме участвуют экс-президенты стран Восточной Европы и СНГ. Это тоже очередной раз показывает значимость этого мероприятия для мира, для государств, которые хотят стремиться сотрудничать с Азербайджаном. Гадир Мэлем, Европейская комиссия называет Азербайджан надежным партнером. Как вы уже и отметили, учитываясь, как меняется сегодня геополитическая повестка в самой Европе, а какую роль отводит здесь Азербайджану? Я думаю, что если есть такая сложилась, такая ситуация, обстановка, расклад такой сложилась, и Азербайджан, они тоже на разных уровнях, высокопоставленные чиновники со стороны Евросоюза отметили, что Азербайджан играет важную роль. И это, я думаю, что должно быть взаимно. Эта стратегия называется win-win. Обе стороны должны быть в выигрыше, в выигрышном положении. Если мы стараемся обеспечить Европу и обеспечить энергетическую безопасность Европы, то они тоже должны прилагать все усилия для нашего национальной безопасности, строительства и создания мира стабильности в регионе, в частности нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. В этом контексте, я думаю, что Евросоюз в ходе процесса, я уже неоднократно заявил в ваших эфирах, что прозревает высокопоставленные чиновники в Европе, и они уже понимают сущность взаимовыгодных отношений со всеми своими реальными составляющими. И если мы обеспечиваем энергетическую безопасность, то они должны помогать нам нормализовать отношения и строить мир в регионе, в частности в Южном Кавказе. И я думаю, что если вы помните, в прошлом году наш президент, господин президент Ихам Алиев посещал Европу, побывал в некоторых столицах, и там были такие разговоры, как поднимали истребители в честь президента Азербайджана на воздух, потом начали петь дифирамбы в честь нашего государства и нашего президента, и все остальное, все это свидетельство о том, что авторитет Азербайджана растет, в частности, собственная персона господина президента, каждым месяцем и каждым годом растет, и уважение к нашему государству тоже. Гадир Мелем, также президент на открытии сделал ряд важных заявлений, в частности, глава государства выступил с инициативой начать мирные переговоры, он отметил, что Азербайджан сделал это после окончания войны в ноябре 2020 года, и Азербайджан надеется, что международные акторы попытаются содействовать в этом вопросе, вот убедят Армению не упустить этот шанс. Вот как вы считаете, могут ли они повлиять на официальный Ереван? Да, это важный вопрос, господин президент тоже в своем выступлении сегодня подчеркнул этот момент, потому что, если стороны и самые сильные игроки мировой политики хотят мир, стабильность и торговля, и чтобы Азербайджан играл огромную роль в поставке газа и других носителей, торговые отношения росли, развивались все отрасли, в этом случае они должны побелять и давить на официальный Ереван, но, к сожалению, пока этот процесс идет по пониженной фазе, и мы не наблюдаем какие-то значимые давления со стороны западных столиц и центрах силы и так далее. Но наш президент очередной раз сегодня призывал их, чтобы они побольше вложили усилия, и чтобы Армения шла к подписанию мирного договора, потому что нет иной пути, кроме мира и стабильности. И Азербайджан, официальный Бахус, хочет и намерен прилагать все усилия, чтобы мир наконец-то наступил в этот регион, но, к сожалению, некоторые силы, особенности реваншистские силы, которые ищут покровителей в Европе и в других странах, и создают новые конфигурации, чтобы провоцировать этот процесс создания мира стабильности. Но, как заявил наш президент, Армения, если продолжит в этом духе, это обойдется для них государственностью. Гадир Мелим, большое вам спасибо за ваш комментарий, за то, что уделили нам свое время. Я напомню, что к нам подключался Гадир Аслан, политолог. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!